И тут эта подруга говорит, что Таня, у меня же в 24-м училище. Есть очень хорошая знакомая, она зам директора в этом училище. Сейчас я ей звоню, вы несете коробку конфет, она вам все решит. Ну и все. Звезды сложились, и я иду поступаю в училище на парикмахера. У меня связано много положительных воспоминаний, эмоций. И первое, это вот приемная комиссия. Я помню, как с Тамарой Николаевной мы заходим в кабинет, она меня заводит. Во главе стола сидит мужчина, директор. Она садится напротив, рядом сидят еще две женщины. В будущем это оказались моими кураторами, мастерами. И рядом сидит еще тоже один зам по воспитательной работе. Ну и директор открывает мое личное дело и говорит, ну, зараз подивимось. Начинает долго рассматривать. Говорит, мгм, значит, в школе учился не дуже хорошо. Середний балл 6,3. Ну, говорю, да. Так, зрозумело, скажем. Начинает еще что-то перелистывая. Говорит, мгм, из института тебе выгнали. Говорит, меня не выгнали, я сам ушел по причине того, что понял, что это не мое. Говорит, мгм, ну, зрозумело. Тамара Николаевна говорит, это мой парень, он очень хочет учиться, он будет стараться, все будет хорошо. После чего бывает еще где-то секунд 30-40 пауза. И директор говорит, ну, шо ж, хлопцы в нас на вагу золота, будемо, браты. Как потом выяснилось, это означало то, что в училище, когда я учился, где-то на 300-400 девочек, вот я точно не помню, у нас было всего-навсего 7 парней. Тому хлопцы были на вагу золота. И вот в училище моя жизнь была вот так само беззаботной, еще беззаботней, чем в институте. Но я понял, вот что я нахожусь в той атмосфере, в той обстановке, которая мне нравится. У меня все хорошо получалось, именно по предметам специальным, по парикмахерскому искусству. Я всегда был в лидерах, я всегда, там, надо прически делать я, надо там песчаный карьер, два человека я. Меня за это очень любили, уважали. И еще был один очень важный плюс, то есть кроме парикмахерского искусства было еще много таких общеобразовательных предметов. И я на этих предметах казался таким очень умным и способным мальчиком. Опять же, это ни в коем случае не потому, что я был там умнее своих одногруппников отнюдь. Просто все мои одногруппники, кроме одной, по-моему, девочки, они все были вот еще такими вот зелеными после 11 класса. То есть они только закончили школу и пришли к своей мечте учиться на парикмахерах. Я же уже имел такую школу жизни, то есть я полтора года отучился в институте. Это очень серьезный опыт, который дал мне понимание, что не всегда, может, нужно вот все там учить, зубрить и стараться. Нужно просто изначально себя классно зарекомендовать, кому-то написать рефератик, кому-то там купить банку краски, чтобы покрасить там полы в классе, кому-то чем-то еще помочь, там где-то выступить, где-то кого-то поддержать. И просто этот имидж нужно поддерживать, и тогда тебя все будут любить, уважать и прощать тебе любые недочеты. Вот. Плюс очень важный был момент, вот, все время, пока я работал на стоянке по ночам, то есть полгода, в то время не было наших смартфонов любимых. Вот. И мне пришлось читать книги. Да, друзья. Я помню, мне очень нравились исторические романы о Древнем Риме, о крестоносцах. Я прочитал две такие большие книги о монголо-татарах. Потом мне начали попадаться книги философского формата, о смысле жизни. То есть придя в училище, у меня уже были задатки осознанного человека, я уже мог из 7-10 слов собрать какое-то адекватное предложение, а из 3-4-5 предложений я мог собрать сформулированную, законченную мысль. А когда ты выходишь с 11-го класса после школы, ну, вот, я вам рассказал, каким я был после школы, после 11-го класса. То есть, возможно, я был еще на порядок глупее, примитивнее вот моих одногруппников в училище. Я очень быстро, хорошо себя зарекомендовал. Было много таких интересных моментов. Расскажу один случай, чтобы сильно вас не утомлять. Я даже не помню, честно, не помню, как назывался предмет, но, видимо, что-то связано с историей. На одном из уроков мы разбирали историю Киевской Руси, ее расцвет, становление и ее упадок. И преподаватель спрашивает у класса. Рядь, детки, скажите мне, будь ласка, кто помнит, о каком историче монголо-татары напали на Киевскую Русь? Естественно, стандартная ситуация, как в школе, я это прекрасно помню. После подобного вопроса абсолютно весь класс, 30 человек, садится вот так вот за парту, делается сосредоточенный вид, глаза смотрят в парту, и как будто они что-то вспоминают. Естественно, ну кто, выйдя после 11-го класса, когда Киевскую Русь учат в 5-м, в 6-м, в 7-м классе, и тут после 11-го уже прошло 4-5 лет, естественно, никто этого не помнит. А я буквально 2 месяца назад прочитал книгу, две книги о монголо-татарах. Естественно, дат там было очень много. 13-й век, то есть 1200 какой-то год упоминалось там просто очень много раз. А 1241 год, то есть ассоциация начала Великой Отечественной войны, и тоже как бы эта дата упоминалась неоднократно, вот мне почему-то очень просто запомнилось. Я не ставил цели запоминать даты, но вот она мне запомнилась. И вот я помню эту ситуацию, вот вопрос преподавателя, гробовая тишина в классе, вот такой четко слышен стук каблуков учителя, который медленно идет в мою сторону, гробовая тишина. вопрос напомню, в каком веке монголо-татары напали на Киевскую Русь. Ну я смотрю, она ко мне подходит, я так спокойно говорю, 1241 год. И вот в эту секунду, я помню ее взгляд, и вот в эту же секунду, буквально в один миг, все 30 человек, мои одногруппники, они сделали вот так вот. на меня. Удивленно, в шоке, все были в шоке. Я сам растерялся, на какое-то мгновение, ну, чтобы сгладить вот эту вот напряженную атмосферу, говорю, я просто буквально вот недавно читал книгу о монголо-татарском нашествии, говорю, и вот как бы запомнил дату. И тут учительница, она сама по себе была приятно удивлена, а тут еще, он еще и книги читает. То есть у нее вообще был приятный шок. Ну и вот было как бы несколько таких ситуаций, после которых меня просто безумно полюбили все преподаватели в училище. Я без проблем находил с ними общий язык, и все у меня шло просто прекрасно. Обучение в училище пролетели как миг, и буквально перед выпускными экзаменами меня подзывает преподаватель, говорит, что к нам в училище заезжал директор, парикмахер в Полтаве открывается. Рекомендовали тебя, еще нескольких девочек им нужны. Они набирают мастеров в салон, и позвони, пообщайся. И после собеседования, где-то через месяц, меня взяли на работу, и вот так вот я начал работать парикмахером. Это, конечно, был кошмар. Я, ну, давайте будем назвать вещи своими именами. Я просто уродовал людей. В принципе, ну, как и подавляющее большинство парикмахеров в то время, то есть мы абсолютно не умели стричь, мы не умели красить. То есть у меня постоянно что-то не получалось, я не понимал, как это все исправить, как сделать, чтобы... То есть никаких понятий там о силуэте, форме, градуировке, линии. И так все длилось вот немного более чем полгода. Я понимал, что нужно что-то делать. С этим нужно что-то решать. Потому что были и недовольные клиенты, были и скандалы. Я начал искать какие-то курсы повышения квалификации. Тогда это было очень сложно. Сейчас в каждом городе есть куча школ. В каждом городе есть крутые мастера, которые проводят курсы. В то время было только две школы в Киеве. Это школа Владимира Тарасюка и школа Вячеслава Дюденко. Но они были очень дорогими. Плюс там нужно было обучаться какой-то период, несколько месяцев, полгода. Это время нужно было жить в Киеве. Я не мог себе это позволить. Рассматривая все возможные варианты, я нашел курсы. Студия называлась Теравива. То есть это был просто большой, крутой салон в Киеве. И там была одна комнатка, в которой их ведущий стилист проводил обучение. Я записался на двух- или трехдневный курс по окрашиванию волос. Но когда я приехал, передо мной поизвинялись и сказали, что мы готовы вам сделать скидку 25%, но мы будем вас учить стрижкам. Потому что приехали еще четыре девочки. Вот они приехали на стрижки. А вы вот один приехали на окрашивание волос. И поэтому вам нужно подстроиться под девочек. Но поскольку я человек такой бесконфликтный, я не люблю ругаться, бить кулаком по столу и говорить, нет, вы не правы. Вот я решил, ну стрижки так стрижки. В принципе, в стрижках-то я тоже вообще ничего не понимаю. И я остался на двухдневный семинар по стрижкам. И за эти два дня, конечно, у меня произошел просто переворот. Я понял какие-то элементарные вещи. Вернувшись, у меня действительно что-то начало получаться. У меня даже начали появляться постоянные клиенты, люди, которые были мне благодарны. И я вот действительно начал получать удовольствие от профессии, от процесса стрижки. С окрашиванием, конечно, все продолжало быть очень печально. Очень о многом, наверное, еще можно рассказать. Но это уже не путь к профессии. Это уже становление. Так что я думаю, на этой ноте можно заканчивать. Я благодарен вам всем, кто уделил мне внимание. Кому было интересно, надеюсь, было не скучно, не занудно, динамично. Всем спасибо. До скорых встреч.